добрый вечер сегодня поговорим о притяжательном падеже существительных или по-английски он позиции в кейс позиции в это притяжательный кейс это падеж если у нас стоят два существительных рядом и одно другому принадлежит допустим у нас было бы вот так модель и так до мана сумка когда стоят два существительных рядом это ничего не выражает то есть мы не выражаем тем что сумка принадлежит маме так как сделать так чтобы показать что сумка принадлежит маме чья сумка в английском языке придумали употреблять вот такой апостроф умным словом называется запятая сверху и добавляем букву s все то есть тем самым мы показываем что сумка принадлежит маме самое главное что вы должны запомнить обладателю мы ставим всегда вперед то есть сначала кто а потом чем обладает а теперь давайте посмотрим если у нас первое существительность у нас обладатель стоит в единственном числе а чем он обладает неважно в единственном числе это существительное или во множественном здесь не играет роль самое главное чтобы первое существительное было в единственном числе Тогда мы добавляем апострофы, добавляем s. А переводим мы, наоборот, с конца. То есть рубашка мужчины будет звучать man's shirt. И переводим мы именно со слова shirt сначала, а потом рубашка, а потом man's мужчины. For example, boy, sky, еще пример. Машинка мальчика. Boy у нас один мальчик, поставили апостроф, добавили s. Машинка мальчика. Либо тот же мальчик, но у него много машинок, тогда будет boys, cars, машинки мальчика. Также переводим сначала второе существительное, а потом первое. Child's toy, игрушка ребенка или child's toys, игрушки ребенка. То же самое, вы видите, точно так же добавили апостроф, добавили s. Корзинка кошки, cat's basket. Mother's dress, мамин на платье. О, mother's dress is, мамины платье. И так далее. Примеров можно тут привести массу. Следующее. Если у нас первое существительное стоит во множественном числе, тогда как поступать? Тогда мы ставим просто апостроф. Следующую s мы не добавляем. Она по сути у нас уже звучит. Она уже у нас есть. Father's shirts. Много пап и много рубашек. Переводится рубашки пап. Boys cars. Много мальчиков, много машинок. Переводится машинки мальчиков. Cat's basket. Корзинки кошек. Mother's dresses. Платье мам. Окей, здесь несложно. Если мы поставили первое существительное во множественное число, тогда только апостроф. S не добавляем. И третий вариант с исключениями существительные, которые образовали множественное число, не по правилам. Те, у которых было беглое гласное в середине слова. Например, слово man, child, children, woman, women, ox, oxen, goose, geese и так далее. Их не так много. Порядка 12-15. Как с ними поступать? Да точно так же. Если бы слово было в единственном числе. Тоже мы ставим апостроф и добавляем S. Men's shirts. Мужские рубашки. Либо можно перевести рубашки для мужчин. Тоже вариант будет правильный. Children's toys. Детские игрушки. Или игрушки для детей. Women's dresses. Женские платья. Или платья для женщин. Ну, это, конечно, не все правила, что касается притяжательного падежа. Там еще есть ряд следующих. Не то, что исключения, а продолжения. Но это в следующей лекции. А сейчас давайте посмотрим и потренируемся примеры. Например, первое упражнение. Write who's are these things. Напишите, чьи это вещи. You have got five people here. У вас пять людей. Jane, Andy, Alice, Diane and Dave. Напишите, кому что принадлежит. К примеру, вас спрашивают who's is this. Чего это? Мы видим, что эта шляпа принадлежит Алисе. Мы ставим имя собственное, Alice, ставим апостроф S. И дальше можем дописать слово hat. Alice's hat. Это шлепа Алисы. И так далее. Рассмотрите картинку и подпишите, кому что принадлежит. Упражнение 2. Вам нужно будет сделать перевод с русского на английский. Например, очки дедушки, машины родителей, велосипед брата, серьги сестры, вещи Джека, работа Кейт. Не забывайте, что мы главное действующее лицо, обладатель. Мы ставим вперед, а потом уже чем он обладает. И третье задание. Выберите правильный вариант. Вам дано в тестовой форме варианты ответов. Выберите правильный. Сейчас поставьте на паузу, сделайте задание, а потом проверьте себя. Удачи! Ну а теперь себя проверьте. Вот так у вас должно было получиться в первом предложении. В первом упражнении. Diane's umbrella. Dave's bag. Jane's shoes. Diane's cap. Alice's sunglasses. Следующее предложение. Grandfather's glasses. Parents' car. Велосипед брата. Brothers' bike. Sisters' earring. Сергей сестры. Jack's things. Вещи Джека. Kate's job. Работа Кейт. Ну и последнее. Mrs. Smith's husband often gives you flowers. Муж Mrs. Smith часто дарит ей цветы. I fixed the child's bicycle. Я починил велосипед ребенка. That's my wife's coat. Это пальто моей жены. То пальто моей жены. That's my boss's office. Это то офис моего босса. И последнее. Tom has two cats. У Тома два кота. The cat's food and water dishes are on the shelf in the kitchen. Кошачья еда и миски с едой находятся на кухне. На полочке в кухне. On the shelf in the kitchen. Ну и там все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok